Пластика и грация, синхронные движения, артистизм и, конечно, техника работы с предметом. Это главные критерии, по которым выставляют оценки в, пожалуй, самом красивом и женственном виде спорта художественной гимнастике. В универсальном спорткомплексе Подмосковья выступают участницы 8-го открытого фестиваля «Цветы жизни». Ежегодно в мае он проходит в Щелково, но на этот раз из-за пандемии коронавируса состоялся в октябре. Участниц у нас приезжает 11, 10, 12 городов и 200 человек, 250 точно. Наблюдает за выступлениями спортсменок профессиональное жюри, титулованное бригадой судей. Участницы готовились к турниру в особых условиях. Наглянувшая пандемия внесла коррективы в тренировочный процесс. Дети очень ждали долго этого турнира и, конечно, чувствуется отсутствие онлайн-тренировки. Это все-таки не спортивный зал, где дети могут между собой пообщаться, также с тренером напрямую. Поэтому все, конечно, сказывается на спорте. Но так как художественная гимнастика – это все-таки боевой вид спорта, дети всегда идут к победе. Поэтому я думаю, что все, кто приехали, участницы наших соревнований, все они понимают, зачем они здесь и для чего они занимаются спортом. А тренировки дома онлайн проводились? Да. Так, и расскажите, как это было? Это было сложно, потому что дома мало места. Делать пешки, повороты, работать с предметом. Да, с домом. И еще интернет, если плохой, то все. Вылетаем. Но сложности порой закаляют, и потому ничто не смогло сломить волю к победе. Цветы жизни растут и развивают свои таланты. А это значит фестивалю быть. Щелковские гимнастки из команды «Виктория», занявшие третье место в своей возрастной категории, не впервые участвуют в фестивале и планируют продолжать соревноваться дальше. Вы будете еще принимать участие в этом турнире? Конечно. В этом году мы в первый раз выступаем вот этим составом. Да, у нас новый танец и первый состав. Изменили в нынешних условиях и церемонию награждения. Традиционный парад решили не проводить, а ограничиться индивидуальными вручениями наград и грамот.